Перед началом ролика хочу представить вам игру, которая еще не вышла, но уже наделала много шуму. А именно Hunter Arena. Это файтинг, моба и батл рояль в одном флаконе. К тому же от разработчиков Blade & Soul или Nage 2. И все это приправлено суперграфикой. Игроки могут схлестнуться в битве, как в составах команд, так и один на один. Убивай мобов, получай экипировку, проходи инстансы, устраивай засады, чтобы добиться уничтожения противника. На выбор более чем 10 персонажей, более 20 боссов и 10 тысяч монстров. Игра будет доступна на ПК, Плейстейшн 4 и Иксбокс 1. А ссылочка на Hunter Arena в описании. Это новый обзорчик! За последнее время я сходил только на три фильма. И на удивление, все три были неплохими. Начну с Доктор Сон. Честно сказать, само сияние мне не особо-то зашло. Я ожидал от него большего. Культовый фильм и все такое. Не знаю уж, как там в книге, я их не читаю. Я ж не быдло. Но фильм абсолютно не страшный. Я бы даже не отнес его в жанр ужасов. По сути, фильму нечем было тебя пугать. Что, собственно, можно сказать и о прямом продолжении. Доктор Сон. Кроме Мертвой бабки в начале, ничего, даже сколько-то жуткого за весь фильм так и не было. А под конец так вообще все стало походить на комедийный боевик. Означает ли, что фильм от этого стал хуже? Думаю, нет. Так как за всем происходящим наблюдать интересно. На мой взгляд, самая большая проблема картины в его злодеях. Ну никак не внушают страх кучка хиппи-вейперов-наркоманов. Эти любители паровых коктейлей не встают ни в какое сравнение даже с тем же Пеннивайзом. А все битвы в фильме выглядят примерно так. Все вместе! Не, серьезно, я не шучу. Вы сами вспомните это, когда будете смотреть фильм. В целом, этот фильм мне вообще показался битвой вредных привычек. Алкоголизм против курительных смесей. Кто первый откажется, тот и прав. Возможно, вы спросите меня. Так что, много ли я потерял, что не посмотрел этот фильм? Определенно нет. Пожалею ли я, если я его посмотрю? Тоже определенно нет. Фильм на крепкую семерочку. Идем дальше. Зомбилэнд 2. Знаете, мне очень нравится Вуди Харрельсон. Настоящий детектив, денежный поезд, бей в кость заводила. Все эти картины я очень люблю. Но почему-то, больше всего, он мне запомнился ролью проститутки Трансвестита. Хочу на танцы! Хватит! В Зомбилэнде он тоже выглядит очень гармонично. Но в некоторых местах немного, но все же переигрывал. По сути, первый Зомбилэнд был удачной экранизацией зомби-слэшера Dead Rising. Что я могу сказать и про продолжение. Это очень веселый и задорный фильмец, который оставляет приятное чувство после выхода из кинотеатра. Да, идеи вторичны. Зомби-тема уже давно исчерпала себя, и что-то интересное придумать в этом сеттинге очень сложно. Но этот фильм хотя бы пытается. И самое приятное, что он не пытается быть серьезным по отношению к самому себе. Да, Эмма Стоун уже не такая молодая и сочная, как в первом фильме. Да и малышка Литл Рок несколько раз добрела. Но юмор и подача делают этот фильм хорошим решением для совместного просмотра с друзьями. Форд против Феррари. Знаете, я не особо ездок. Хоть у меня и есть права, но четверку Жигули и Москвич моего друга вряд ли можно назвать гоночными болидами, на которых я ездил. Я никогда не смотрел ни одну Формулу-1 или Носкар. Ну, может быть, кроме мультика по Фотскидс. Я не фанат и даже нисколько-нибудь интересующийся этой темой. И в случае с этим боепиком это было к лучшему. Так как фильм держал для меня интригу до самого конца. И если вы такой же, как я, не залезайте в Википедию до просмотра этого фильма. Так будет намного интереснее. Даже вся далекость от автомобильной темы не помешала мне проникнуться этой гоночной историей. Отличный актерский состав, где Джейсон Борн и Бэтмен пытаются создать самый быстрый автомобиль тех времен. В этом фильме отлично показано противостояние преданности своему делу и бюрократизму. Где, к сожалению, не всегда выигрывает первое. Сразу предупреждаю, фильм длинноват. Два с половиной часа. Но в целом это хороший фильм. Смотрится очень легко. Отчего, я думаю, зайдет к наибольшему количеству зрителей. А фанаты гонок, так вообще, думаю, будут в восторге. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и до новых встреч.